Критика – это настолько сильное влияние на сознание человека, что если у тебя нет стратегии, как правильно реагировать на критику, побег от критики станет твоей стратегией, и всю свою жизнь ты будешь бегать от критики, а не идти к своим целям. И это всегда два разных направления. В этом видео – как правильно реагировать на критику. Первое правило – правило горба. Оно гласит, между человеком и высокими достижениями находится огромный горб трудностей, но трудности эти формируются не внешними обстоятельствами, а выдуваются им же снизу его же эмоциями. Если только он научится действовать безэмоционально, он как по туннелю на поезде, пролетая к своим целям, пока все остальные поднимаются вверх в эту гору, а потом многие даже падают вниз. Люди более-менее рациональны, когда они тратят свои деньги. Деньги – это актив. У нас есть другие активы. Один из этих активов – это энергия. Это очень важный актив, который, по сути дела, приравнился к деньгам, а часто, когда здоровья и сил не хватает, даже превосходит его по значимости. Так вот, эмоции – это огромнейшая часть этого актива энергия. Как мы с ними поступаем? Как с деньгами? Рационально думаем? Как вернутся мои инвестиции? Нет. Эмоции разбрасываются человеком налево и направо. Только поступает критиковый адрес, он сразу начинает отвечать эмоциями. Задай себе простой вопрос. Ты отдал бы этому человеку тысячу евро, потому что эмоции равно евро? Скорее всего, нет. Он мало то, что этого не достоин, и во-вторых, как мои инвестиции окупятся. Но когда дело касается отдачи эмоций, они улетают налево и направо. Уяснить себе изначально, что эмоции равно евро. Эмоции равно евро. Следующее правило. Как правильно регировать на критику? Правило слон и моська. Идет слон, и на него гавкает моська. И если слон сейчас повернется и будет гавкать на моську, он больше не слон. Он просто огромная моська. Чтобы принять эту философию полностью, нужно понять моську. И первое правило, которое моську там внизу характеризует, это тот вид, который для нее там открывается. И снизу и сзади моська открывает совершенно другой вид на вас, чем тот, который видите вы утром, глядя на себя в зеркале, и тот, с которого знают вас друзья. Считайте так, что если у вас появились моськи, которые снизу и сзади там гавкают, это некоторое комплимент, потому что, видимо, что-то вы по жизни правильно делаете, что кто-то остался внизу и позади. Вторая вещь, которую моську характеризует, это то, что критика, которая от него поступает, она всегда личная. Это всегда личная критика. Если вы поменяетесь полностью, вы станете такой, таким, каким моська вас хочет видеть. Моська будет и дальше вас критиковать. Уйдете вы, моська что будет делать? Она идет критиковать другого. Почему? Потому что критика личная. И касается это не лично вас, это касается лично моськи, потому что критикой моська решает свои личные проблемы. Первая проблема. Моське не хватает авторитета. И когда она критикует слона, она выносит свое веское мнение по поводу этого огромного животного. Моську никто никогда в жизни не слушал. Ее голос был неслышимым. А сегодня моська решает, какой там слон. Ей критика очень выгодна. И критикой она решает свой личный вопрос. Далее. Моське по жизни очень тяжело. Она согнулась полностью под грузом ответственности. И теперь что ей делать? Она не может идти дальше. А тут есть большой слон. Он все выдержит. Она будет все сваливать на него. Многократно. Когда люди ругают боссов, ругают президентов, ругают кого угодно. Чаще всего это признак того, что они не могут адаптироваться в системе. И они просто перекладывают ответственность на того, кто там выше есть. Потому что сами они больше не могут ее нести. Еще одна интересная вещь по поводу моськи. Необходимо отличать два понятия. Пользователь и человек. Людей мы знаем. Люди потрясающие. Люди классные. С людьми хочется иметь дело. Люди составляют 95% счастья человека в течение жизни. Мы не можем испытывать счастье в одиночестве. Счастье всегда с кем-то. Это обязательность с людьми. Но пользователи – это просто какие-то самые худшие в мире существа. Люди садятся за компьютеры. И за компьютером они выводят весь свой негатив. Весь шлаг. Как организм выводит продукты распада. Весь мозг выводит продукты распада за компьютером. Если у вас с кем-то возникает какой-то родной конфликт. Или критика поступает через интернет. Задумайтесь. Это человек или пользователь? Пусти всегда это пользователь. И на него даже реагировать не надо. Это просто был не человек. Вообще, моська, у нее есть причина вас критиковать. Если вы отвечаете ей назад, то вы-то чего за это взялись? И третье правило. Третье правило – правило осла. Оно гласит. Если вам один человек сказал, что вы осел, то он сам по себе осел и узнал о себе подобного. Если вам двое говорит, что вы осел, то это друзья, им нужна компания. Если вам 10 человек говорит, что вы осел, то это стадо, и они против тебя объединились. Но когда тебе тысячи человек говорит, что ты осел, это превалирующая тысяча из всего твоего окружения, пришло время покупать седло. О чем это говорит? О том, что мы не работаем с мнением. Отдельное мнение отдельного человека мы им пренебрегаем. Мы работаем со статистикой. На статистику обращаем огромное внимание. И мы изменяем себя, изменяем свои продукты и бизнес по статистике. Ребята из IT-индустрии придумали такое понятие, называется MVP. MVP – это понятие Minimum Viable Product, минимальный пригодный продукт. Что они делают, выводя на рынок новые продукты, скажем, это будет софт какой-то или приложение. Они просто спрашивают своих друзей и знакомых. Они выводят его на рынок и собирают там статистику, и меняют его на основании статистики, и позднее опять выводят его обратно на рынок. Они не пытаются сделать мощные изменения по мнениям одного человека. Они собирают статистику и меняются по статистике. Потому что статистику мы учитываем, а мнением мы пренебрегаем. Я резюмирую. Критика – это настолько мощный инструмент влияния на сознание человека, что если у тебя нет стратегии, как с ней бороться, то побег станет твоей стратегией. Три самые главные правила. Правила горба. Оно означает, если только ты можешь действовать безэмоционально, ты проходишь как по тоннелям к своим целям, пока все остальные поднимаются вверх, а потом падают вниз. Необходимо себе приравнять. Эмоции равно евро. Эмоции равно евро. Второе правило. Правило слона. Если моська на тебя гавкает, и ты поворачиваешься, и гавкаешь на нее, ты больше не слон. В мгновение ты превращаешься в большую моську. И третье правило. Правило осла. Если тебе тысяча человек, и эта превалирующая тысяча из твоего окружения говорит, что ты осел, пришло время покупать седло. Купи себе хорошее. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.